Тем временем, по данным Всемирной Метеорологической Организации, к 2050 году дефицит воды будут испытывать 5 миллиардов жителей Земли. Нерациональное использование воды и изменение климата ставят под угрозу доступ к самому ценному ресурсу нашей планеты. С какими трудностями сталкиваются разные страны и как решают вопрос разумного использования водных ресурсов в нашем следующем материале. Подготовку к дефициту воды в 2050 году прагматичные немцы начали уже сегодня. Кабинет министров Германии согласовал национальную водную стратегию. В этом году страна столкнулась с засухой и рекордными повышениями температуры, что обернулось серьезным ущербом для местных фермеров. Стратегия, цели которой должны быть реализованы к 2050 году, включает в себя разработку рекомендаций по распределению воды путем ранжирования потребителей по категориям. Инициатива также направлена на защиту водоемов в лесах и городах. Таким образом, власти надеются обеспечить водную безопасность крупнейшей экономики Европы в будущем. Нам нужен контроль и регуляторная политика, особенно там, где используется много воды, в промышленности и в сельском хозяйстве. Страна должна стремиться к экономичному и даже повторному использованию воды. Мы не решим проблемы с питьевой водой в будущем, если будем относиться к этому так, как мы это делаем сегодня. Не отстают от своих соседей и французы. На днях президент Пятой Республики потребовал сократить в стране потребление воды на 10%. Эммануэль Макрон представил общенациональный план по сохранению водных ресурсов, согласно которому к 2030 году страна сократит потребление воды во всех секторах экономики. Стратегия также подразумевает новую систему ценообразования на ее использование. Вода является общим благом, и поэтому нам необходимо прогрессивное ценообразование. Цель плана состоит в том, чтобы гарантировать всем французам доступ к качественной питьевой воде. В 2017 году мы начали эксперименты с регулированием цены, и мы хотим, чтобы это прогрессивное и ответственное ценообразование было распространено во всей Франции. Активные усилия по рациональному использованию водных ресурсов прилагает КНР. Основная водная артерия Китая, река Янцзи, стала объектом привлечения крупных инвестиций. В настоящее время в ее бассейне построено 64 тысячи километров дамб, 300 крупнейших водохранилищ. По словам вице-министра водных ресурсов Китая, власти внедряют строгую систему управления водными ресурсами, поскольку индустрия обеспечивает устойчивое функционирование сельского хозяйства, важнейшего сектора экономики как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Чтобы эффективно справиться с воздействием климатических изменений, Министерство водных ресурсов будет активно продвигать строительство современной ирригационной системы с передовыми технологиями и продуктивным использованием воды на ближайшие годы. Тем временем на африканском континенте вопрос рационального использования воды носит жизненно важный характер. Жители Туниса страдают от последствий сильнейшей засухи. В стране опустили резервуары и высохли дамбы. Для экономии воды власти приняли решение об отключении водоснабжения на 7 часов в сутки. Мы страдаем из-за нехватки воды. Не можем регулярно стирать одежду, и она месяцами остаётся грязной. У нас есть соседи, которые дают нам воду. Мы приносим им наши банки, чтобы они наполнили их для нас. Последние две недели власти регулярно прекращают подачу воды по ночам во всех крупных городах, включая столицу. Новые решения грозят обострением социальной напряжённости в стране, которая и так страдает от высокой инфляции. Таким образом, пока в одной части мира лишь готовится к последствиям нерационального использования воды, в другой эти последствия уже стали суровой реальностью для миллионов людей. Даурей Носогулов, Хабар-24